добрый день я вас приветствую на youtube канале который посвящен вязанию канал называется емеля нитинь меня зовут юля и сегодняшнем видео я вам расскажу какие бывают разновидности шапок которые применяю ну в частности я и для какой пряжи какая макушка будет подходить на мой взгляд перед вами сейчас разложены шапки которые у меня есть на основе которых я буду показывать обзор давайте начнем наверное шапки которая собственно лежит прямо перед вами это шапка из мохера она связана в 3 нити резинка один к одному урок на шапку которому вы можете вот так связать есть у меня также на канале переходите по ссылочке и вяжите в свое удовольствие макушка в этой шапке закрыта резко буквально в два в три вида макушка закрывается благодаря такому способу вы можете достичь вот такой пухлой объемной макушке которую у вас будет завершаться на голове и она должна сидеть чуть чуть выше чем ваша макушка то есть это торчащий такой да будет объем на затылке и вот так вот будет присбариваться когда вы будете носить что касается закрытие петель то для резинки один к одному петли в таких макушках закрываются следующим образом вы вначале провязываете в первом ряду в котором вы закрываете начинать начинаете закрытие провязываете изнаночные с лицевыми петлями вместе то есть изнаночную и лицевую вы провязываете одной лицевой и получается в следующем ряду у вас остаются только лицевые петли после того как вы закрыли все изнаночные петли вы начинаете провязывать 2 лицевые петли вместе и следующем ряду снова 2 лицевые петли вместе и так далее пока у вас на спицах останется 6 петель вот как здесь можно оставлять 8 петель ну больше 8 там ну максимум 10 я бы уже не оставляла а так я оставляю в основном 6 петель вот почти на всех шапках у меня так также можно закрывать эти макушки например провязывать не 2 лицевые петли вместе а 3 лицевые петли вместе тогда у вас закрытие будет еще более резкая значит посмотрите как смотрится такая макушка на легкой мохировой шапки легкая нами еду по весу на такое воздушное полотно здесь закрыта макушка также очень резко но немножко другим методом посмотрите как резкое закрытие петель может влиять данную макушку в зависимости от материала и здесь макушка закрыта секторами вот так и в конце когда в секторах уже остается мало петель резко завершение круга сделано так потому потому что если сразу закрывать эту макушку резко то будет еще больше сборка да это будет было бы чересчур и так у нас объемная получается маковка вот уже много складочек соломов этого вполне достаточно это шапка с напуском то есть макушечка слегка так опускается по затылку так хорошо объемно смотрится так вот таким можно делать объемные макушечки да и разными способами это делать давайте я продолжу вот на этой шапочке это тоже шапка связанная резинка один к одному пряжа здесь лана гросса амбиенты с не ошибаюсь ушло два матка таких шапок у меня было несколько и в каждой шапки расход пряжи был разный то есть на самом деле количество пряжи в мотке было разным и поэтому высота шапки у меня была соответственно разная поэтому внимательно следите если вы покупаете пряжу толстую то нужно смотреть чтобы вам расход был было достаточно для вашей высоты чтобы не было впритык и не было вас потом проблем посмотрите здесь тоже закрывается начале изнаночные петли а потом провязывается 2 лицевые вместе и дальше дальше но в связи с тем что для толстой пряжи количество петель до которого набираем совершенно другое ниже например вот такой шапки то и макушка будет смотреться по-другому несмотря на то что мы резко закрыли макушку она более плавная не нашла я себя какими спицами вязала эту шапку но по-моему это спицы номер 5 эта шапка связана на пятерки я вам рекомендую четыре с половиной 4-5 спицы подбирайте лучше поменьше чтобы шапочку вас потом не растянулась вот эта шапочка из элизе связано в 3 нити в 3 на спицах номер четыре вот рассказала про эти шапки про макушки давайте вот про это расскажу вот эта макушка да вот с таким клином по центру с одной и с другой стороны клина симметрично спереди и со спинки у меня также есть видео урок на такую шапку шапки такие смотрятся на макушке плоско то есть вы надеваете на голову и макушечка раздвигается вот по вот этим местам до сейчас видно а клин он держит форму и она вот такой у . сидит на голове эта шапка связана из пряжи drops непал в одну нитку также на спицах номер 4 очень теплая мягкая получилась шапка но вот этот клин я бы рекомендовала вам брать примерно одна треть от ширины или чуть чуть поменьше но чем уже вы делаете тем вот эти до наклонной линии больше хотя делать и такие модели когда совсем узкая центральная часть здесь уже скорее смотрите по вашему усмотрению но мне нравится когда вот такая идет сбалансированная симметрия когда нет очень узкой центральной части нет очень каких-то широких боковых частей под такую макушку подойдет пряжа которая держит форму то есть какие-то пластичные варианты например мягкий какой-то нежный маринос который может упасть здесь нужно не стоит применять и стоит использовать чуть-чуть потолще пряжа чтобы она вот так у вас стояла макушечка когда вы надеваете но из мохера естественно такие шапочки тоже не подойдут то есть там нужно уже как-то их уплотнять будет пряжу такой вид вернусь вот к этой шапочки это шапка из drops r здесь один моток связано резинкой 2 на 2 да и резинка 2 на 2 переходит вот такие жгутики которые пересекаются для данной шапки я также использовала резкое убавление макушки насколько это возможно я избавилась вначале от изнаночных петель и далее сужала то есть я провязала изнаночные петли 2 изнаночные 1 изнаночной петли вместе потом сузила лицевые петли то есть две лицевые провязала одной лицевой петлей и когда у меня уже осталась одна изнаночная 1 лицевая их провязала дальше вместе чтобы они вот так вот у меня срослись наверху через лицевые петли всегда когда вы закрываете макушечки провязывайте вначале избавляйтесь от фонового рисунка неактивного которого служит подложкой для вашего основного рисунка а потом уже вы делаете убавление в вашем основном рисунке если у вас какой-то активный рисунок впереди и вам нужно его убавлять вы также вы пожалуйста сужайте можете сужать постепенно к макушке наверх вот например в этих двух шапках которые связаны из мериноса би 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 фул есть вот здесь активный рисунок до центральной одессе по всей шапке такие ложные косы для такой шапки я постепенно сужала рисунок косы к макушке вот здесь видно закрываются боковые петли рисунка и с этой стороны чтобы не было резкого завершения макушки потому чтобы если бы я здесь завершила резко да то смелся бы рисунок он бы не так хорошо не читался бы не был подчеркнут на изделие то есть в таких шапках нужно уже убавлять в данном случае с края основного рисунка и потом уже фоновый рисунок подложка для шапки здесь нужно все делать постепенно и в фоне и в рисунке в данной шапочке я убавляла и основной рисунок и фон и ну обратную сторону шапки обратная сторона у меня убавлена через клинья но сделано достаточно резко чтобы была некоторая сборка на макушке это была необходимость для модели ведь мне такие короткие очень сектора чтобы резко ушел объем к макушке и вот в данном рисунке когда вас такие рисунки смотрите я убавляю также фон вот эта косичка она состоит из ну сама забыла да здесь 3 лицевые петли и крайняя петля справа всегда наклоняется уходит в крайний ряд налево и здесь я их оставила смотрите до самого конца избавлялась вот от фонового рисунка и постепенно у меня тоже здесь вот они ушли вот эти жгуты наверх сейчас покажу как это вместе смотрится выглядит вот так еще один из методов делать убавки на макушках шапок это убавки через сектора их можно делать разное количество здесь у меня представлены четыре сектора и шапка шестью секторами также еще можно делать 8 секторов это также зависит от случая что вас требует ваша модель данном случае да у меня шапка не имеет ярких ну как и здесь каких-то акцентов центральных я хотела завершить ее плавно но сделать это как бы немножко так скажем не прозаично чтобы рисунок сыграл и рисунок макушки был подчеркнут здесь у меня сектора вот такой улиткой получилось их 6 до с центральной вот такой петлей вот такие сектора в основном но я использую для детских шапок потому что вот этот активный рисунок макушечки мне кажется для взрослой шапки он ну не всегда хорошим при в использовании когда он съедается рисунком например рисовой гладью жемчужной вязкой вот такой узор вполне будет уместен вот такая макушка эта шапка связана объем головы 50 если говорить про высоту вот этой части где вы закрываете макушку сейчас я померю и скажу вам здесь у меня 7 сантиметров нет шесть с половиной сантиметров ушло в макушку то есть когда вы будете вязать вот шапочку с такой макушечкой вам нужно по прямой связать ну то есть измерить узнать желаемую высоту общую вашей шапки и за шесть с половиной сантиметров остановиться и начать уже убавки ваши макушечки данная шапка она с напуском связана она связана в две нити уже не помню какой производителя ну какие-то итальянцы и соответственно есть добавляла две желтые желтая плюс этот меланж с лимончиком и здесь уже две вот такие меланжевые вот такой получился переход связано на спицах номер четыре но я бы вам не рекомендовала использовать потому что полотно получилось рыхлым это мы и носим эту шапочку и она очень быстро растянулась поэтому для шапок всегда рекомендуется использовать спицы ну точнее полотно делать более плотным спицы потоньше чтобы у вас изделие не только не продавалось но еще не теряла форму вот эти две шапки посмотрите насколько они по-разному смотрятся но макушки у них выполнены одинаково четырьмя секторами с одной центральной петлей это шапка связана из лана гроза 365 як плюс добавила нитку мохера на шелке и получилась такая шапка один моток яка там хлопок с яком и какое-то количество небольшое от мохера там где-то чуть-чуть читать моточка мохера я уже рассказывала про эти шапки благодаря вот этому вот этому составу вот этому клубочку материалу они получились вот такой формой да они четко держат форму их очень легко хранить она очень мягкая получилось и значит о чем я хочу рассказать здесь макушка закрыта четырьмя секторами с одной центральной петлей я уже говорила вот так они выглядят на макушке сходятся петли да вот сюда и вот эту часть макушечную я всегда вижу стараясь вязать более плотно чтобы вот петли в местах закрытия не расходились и здесь не были зазоры больших здесь не было дырок здесь даже видно когда петельки сходятся к макушечке насколько они даже уменьшаются в объеме в размере шапка связана объем головы где-то 55 56 сейчас я померю высоту макушки да вот здесь 7 сантиметров ушло на макушку соответственно по прямой вы вяжете нужную длину эти шапки практически без напуска и 7 сантиметров оставляете на макушечку резинка кстати здесь не обыкновенная один к одному или 2 на 2 здесь резинка 2 лицевые 1 изнаночная то есть изнаночной стороны вот так смотрится на лицевой вот так еще одна шапочка с макушкой секторами на такую шапку у меня также есть мастер-класс вы можете посмотреть у меня на канале она двухсторонняя данная шапка связана из baby альпаки фирма мишель натика натика это модель пряжи значит здесь покажу по светлой стороне 4 сектора с одной лицевой петлей и здесь когда я закрывала макушку есть не просто закрывала вот смотрите вот здесь когда вы закрываете например есть центральная петля и петли справа они наклоняются влево петли петли слева наклоняться вправо то есть и петельки смотрят на вот эту центральное ребро на эту петлю в данном случае я когда закрывала я все петли которые вот здесь вот расположены вдоль границы секторов закрывала с наклоном вправо то есть вот эти петли я закрывала провязывала наклоном вправо и вот эти петли провязываю наклоняла вправо и получилась естественным образом вот такая центральная петля который да немножко выделяется на фоне основного полотна не вот так получается помню здесь у нас 7 сантиметров это также на объем головы где-то 56 здесь высота шапки сейчас я померю вот здесь шесть с половиной сантиметров высота шапочки макушки что хочу сказать например вот про такую шапку так как это альпака такая достаточно плотная и шапочка получилась тяжеленькая тем более у нее два лица две стороны если бы она была с одной стороной конечно она была бы в два раза легче но она гораздо теплее то есть это не знаю что в самую самую стужу можно надеть к тому же альпака одна из самых теплых пряжей материалов шерсти который нам дает дают наши вот питомцы шапка получается эластичная вот именно стой пряжи который на главную не эластичным точнее пластичную видите полотно такой податливая не спадает и здесь прокрас плотный когда бывает меланжевый такие прокрасу альпаки здесь полностью выкрашено полотно равномерно очень хорошо смотрится я видимо обо всем рассказываю про макушки и про шапки и про пряжу вот значит рассказала это мама шапочка с напуском несколько с какой пряжи связано спите я использовала номер три и здесь это вполне оправданно тоньше я бы наверное не использовала к тому же у нее два лица она была бы слишком плотно и стояла бы колом поэтому слишком плотно тоже нельзя вязать потому что шапки у вас ну тогда просто не будет красиво сидеть на голове нужно всегда выбирать какую-то золотую середину она уже будет понятно исходя из опыта из практики из вашей плотности как вы вяжете изделия вот такие я использую макушки в своих шапках вот так я их закрываю если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите мне в комментариях внизу под видео я постараюсь ответить может быть что-то я забыла рассказать тоже напишите я напишу расскажу такое легкое летнее видео обзор удачных вам проекта спасибо за просмотр оставайтесь со мной на моем канале я постараюсь дальше записывать полезные видео 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 уроки скоро выйдет у меня очередной видео урок по шапке бине и вы сможете легко для себя также связать спасибо вам большое хорошего дня пока пока